Всем привет, друзья! С вами Вадим Двак и Хаус. Месяц назад в кинотеатрах начали показывать Мстители Финал. И я, как главный охотник за трендами, практически успел сделать видео по отсылкам в Варкрафте к вселенной Марвел. Их действительно много, и в этом видео мы покажем вам 10 из них, которые не вызывают у нас никакого сомнения. Итак, начнем. Железный человек, персонаж близкий мне по духу, в плане того, что он не обладает суперспособностями, но зато любит инком и умеет мастерски его использовать, посмотрите на вот эту вот перчатку. Перчатка волшебника и на руку Железного Человека. Ну, прям один в один. Перчатка волшебника в игре дает плюс 6 интеллекта и возможность захватывать вызванных юнитов. Правда, вы не найдете ее в стандартном варике, но все равно этот реликтовый артефакт присутствует в игре изначально. Думаю, даже люди, не фанатеющие от Марвел, знают, что Железный Человек силен благодаря костюму и встроенным в него пушкам, лазером, ну и, главное, искусственному интеллекту, который дополняет и так нехилые умственные способности Тони Старка. А кто из персонажей Марвел сильнее? Магнит или Железный Человек? Я доподлинно не знаю, но зато знаю, что в Варкрафте есть отсылка и к магнету. Причем подчеркивается его особый статус. Это один из трех предметов восьмого уровня в игре, Королевская Корона. Она дает обладателю плюс пять ко всем статам и является очень желанным предметом, особенно в ФФА, где у вас большое количество золота, а героев всего три и надо усиливать их по максимуму. Как же в детстве я обожал сериал Иксмены, вот заговорил о них и сразу же в голове заиграла музыка. Я думаю, все знают, что магнит повелевает металлами, и он опасный враг для одного из моих любимых персонажей Росомахи. И если вы вдруг не видели два предыдущих артефакта в Варкрафте, то этот артефакт вы должны были видеть наверняка. И как? Ничего не напоминает? Да, эти когти, дающие плюс шесть атаки в Варкрафте, клинки Росомахи, бесстрашного воина, сильного благодаря своим регенеративным способностям, ну и вот этим вот самым клинкам. Конечно, в Варкрафте есть целый ассортимент клинков. Плюс шесть, плюс девять, плюс двенадцать, а также плюс пятнадцать, желанные когти для мастера клинка. Интересно, сколько людей также не замечало это сходство? Можете проголосовать в опросе и даже поставить лайк, ведь над созданием этого видео мы потрудились изрядно, пришлось почитать все имеющиеся материалы и очень много консультироваться с фанатами Марвел. А вот эта скромная на вид перчатка отсылка к главному злодею последнего фильма, Таносу. Причем отсылка довольно очевидная и очень похожа на оригинал. В Варкрафте эта перчатка дает 15% скорости атаки, являясь также отличным артефактом для мастера клинка. Но у вселенной Марвел эта перчатка не является чем-то мощным сама по себе. Она создана для того, чтобы хранить Камни Бесконечности, а уж они дают владельцу огромную силу. Кстати, в Варкрафте есть сферы, которые, возможно, являются отсылкой к Камням Бесконечности. Например, сфера Тьмы — это отсылка к Камню Силы, а сфера Яда — это отсылка к Камню Времени и так далее. Как вы думаете, это действительно так или это просто совпадение? Мне интересно было бы услышать ваше мнение в комментариях. Учитывайте такую фишку, что Камни Бесконечности овальные, а сферы у нас-то идеально круглые, но, опять-таки, в перчатке скорости отверстия под сферу как раз круглые. Своё мнение по поводу того, являются ли сферы отсылкой или это совпадение, можете написать в комментарии, я их все с удовольствием прочитаю. Ну что ж, перейдем, пожалуй, к самой очевидной отсылке. Это шлем доблести. Артефакт, дающий плюс четыре силы и четыре ловкости, является шлемом Капитана Америки из вселенной Марвел. Ну, посмотрите, как похож. Для тех, кто не очень хорошо разбирается в персонажах Марвел, скажу, что Капитан Америка — это обычный солдат во Второй мировой, который участвовал в сверхсекретном эксперименте, принял сыворотку, которая многократно усилила его физические и умственные характеристики. И то есть в оригинале, получается, можно сказать, он получал еще интеллект, а Варкрафт перенес только силу и ловкость. Хотите сказать, что не встречали шлем доблести в Варкрафте? Тогда получаете артефакт, который вы по-любому видели. Да, именно, тот самый носок без пары, который может раздражать вас в реальной жизни, в Варкрафте дает вам плюс три ловкости и является отсылкой к Человеку-пауку. Посмотрите, насколько похож этот носок и то, что носит Человек-паук на своих ступнях. Как и Когти Атаки, это очень явная пасхалка. А вы замечали это раньше? Еще один предмет на статы — Пояс Богатыря, буквально снят с персонажа Марвел Геркулеса. У него очень прочная кожа, он практически неуязвим ко всем земным воздействиям. Кроме того, он поднимает вес, превышающий 100 тонн, отличный стрелок, превосходно обращается с холодным оружием, но у него очень мощные ноги. В Варкрафте, конечно, предмет более скромный, он дает вам 150 хп, регенерацию жизней, ну и в случае того, если вы являетесь персонажем на силу, еще и добавляет 6 атаки. Но все равно довольно приятный предмет. А вот на следующий артефакт очень часто ругаются игроки в стандартный Варкрафт, потому что он выпадает на точках вместо других, намного более полезных айтемов, например, боевых барабанов орков. И чтобы снизить подгораемость игроков и добавить баланса, Близзард даже решили снизить его уровень. Да, я говорю о хрустальном шаре, и этим, наверное, недоволен Мистерио. А, наверное, именно посмотрев на этого персонажа, Близзард решили добавить этот айтем. Мистерио — мастер магии и гипнотизер. Также он отличный химик и может создавать целый ряд взрывоопасных веществ и галлюциногенов. А в Варкрафте этот шар может показать вам на короткое время какую-то часть карты, то есть можете понадеяться на то, что вы разведаете противника и узнаете его коварные планы. Следующий предмет — один из многих артефактов, созданных на основе заклинаний героев Варкрафта. Например, огненный плащ дает вам эффект соответствующего заклинания охотника на демонов. А вот сама иконка предмета подозрительно напоминает Дума из вселенной Марвел. Доктор Дум также обладал мистическими способностями, и он мог обмениваться сознанием с другими людьми. Этот персонаж, видимо, так сильно понравился Близзард, что они решили сделать на него еще одну отсылку. Вспомните Доктора Баланса из Хардстоуна. Его бум-боты — это отсылка к Дум-ботам вот данного персонажа вселенной Марвел. Ну и последний на сегодня артефакт — это плащ теней. Он похож на предметы вселенной Марвел не только внешним видом, но и по своей сути. В Варкрафте он позволяет вам быть невидимым ночью, если вы не двигаетесь. А во вселенной Марвел этот предмет был украден у демона Ниссанти, персонажем с интересным именем Капюшон. Здесь плащ дает возможность быть невидимым, если вы задерживаете дыхание. То есть главное — не задохнуться в этот момент. Иногда глаза Капюшона пылают ярко-красным цветом, что наводит нас на мысли о том, что Ниссанти не умер, а жив в его душе. Ох, какая знакомая история, уважаемые любители Варкрафта. Ну что ж, на этом все. Напоминаю, что вы можете подписаться на канал. Здесь очень много видео о Варкрафте. И посмотреть ролик о Варкрафте 3, которым вы еще не видели. Кроме того, вы можете помочь в создании следующего ролика, поделившись своим мнением. Ссылки ждут вас в описании. Всем пока!